Ну вот мы въезжаем в город Тольятти, сегодня останемся здесь, приночуем и завтра с утра пораньше опять в путь. Я не знал, но до 1964 года это был город Ставрополь. Крупный центр автомобильной и химической промышленности, а также хаб железнодорожного, речного и автомобильного транспорта. Автодорога пересекает Волгу по плотине Жигулевской ГЭС и проходит через город на протяжении двух километров. Тольятти протянулся вдоль реки Волги примерно километров на 30 и состоит из трех районов – Автозаводского, Центрального и Комсомольского. Население города около 700 тысяч человек. Здесь бок о бок живут русские, татары, украинцы, Чуваша, Москва и представители других народов. Ну вот, на сегодняшний день закончили мы поездку. Будем ночевать вот этой гостиницы с интересным названием. Посмотрим, что тут есть. На крайне где-то. Ну вот, в такой номер заселились. Мы ничего особенного. Тиванчик, кроватки, шифонер, холодильник. С розетками беда. Пришлось переключить, отобрать у телевизора розетку, шнур, удлинитель и подключить холодильник. Последствием этого удлинителя. Далее полотенце. Ну, тумбочки, картинки висят. Так, в общем-то, нормально. Итак, я оказался в Тольятти. Оказался попутно, очень попутно. У меня есть всего пара часов для того, чтобы хоть немножечко посмотреть город. Поэтому, конечно, полноценного, большого репортажа не получится. Прошу меня за это извинить. Но в Тольятти не был целью моей поездки. Я еду дальше с моими друзьями. И вот, повторяю, сейчас часа два у меня есть, чтобы город посмотреть. И я буду этими двумя часами пользоваться. Мы остановились в гостинице на окраине, в общем-то, города. Город я абсолютно не знаю. Пойду практически на Убум. Туда, где, предполагаю, должен быть какой-то центр. Здесь практически выезд из города. И поэтому сосредоточены крупные торговые центры. Это улица Ульяны Громовой. И по ней я хочу попасть ближе к центру. Пока что улица застроена советскими домами. От пяти этажей и выше. Ничего пока что интересного. Надеюсь, дальше будет поинтереснее. Ну вот и признак цивилизации. Ну и также всем известны большие супермаркеты. Наверняка многим известный торговый центр Комсомолец. Ну, а мне направо. По той стороне дороги густой лес. Я повторяюсь, я практически на окраине сейчас нахожусь. По той стороне улицы вообще ничего интересного нет. Я пройду лучше вот к краям этого леса. Здесь приятнее гораздо. Город это полноценный лес. Не парк никакой, не посадка. А прям конкретно лес. И вот по краюшку его проложена асфальтовая дорога. Приятно прогуляться. Вот старинная водонапорная башня попалась. Видно, что она заброшенная, к сожалению. Можно было бы отреставрировать, конечно. Электротранспорт, пожалуйста. Порой эта тропинка, ну вот прямо совсем такая лесная-лесная дорога. Тищеба. Вот здесь я поверну и немного срежу участок леса. Пока вот иду, сейчас молодой, но бородатый такой парень, поинтересовался, правда, вежливо. Чего это я тут вдруг снимаю? Ну, как я ему сказал, что путешественник, он развернулся на своем велосипеде и поехал дальше. Значит, снимать можно. Вот циркушка попалась по дороге. Это все еще окраина. Сейчас я выйду, наконец-то, на уже такую городскую улицу, где хотя бы дома есть. А крайно гордо тонет в лесе. Ну вот, наконец, полноценная городская улица. Высотные дома, девятиэтажки. По-моему, выше там дальше. И, надеюсь, она приведет меня куда-то ближе к центру. Пространства здесь много и много деревьев. Я говорю, что на окраине прям практически лес. За этими деревьями прячутся совершенно типовые советские девятиэтажки, панельки. Как и во многих местах, здесь любят громкие названия. Это такая полулесная улица Баныкина. Ну, а сейчас я, наверное, перейду на улицу Мира. Она поцентральнее, как бы. Вот здесь современные жилые дома. И современные тоже торговые центры. Улица Мира встречает нас практически лугом. Ну, а здесь киоски и старые советские девятиэтажки. Чего точно не отнять, так это огромного количества деревьев. Деревьев больших, старинных таких. Основан городок как укрепление еще в 1737 году Василием Татищевым для защиты российских земель от кочевников. Однако потом был перенесен на новое место. С 1964 года Старополь Волжский носит имя итальянского коммуниста Тольяй. Пока что глазу особо не за что зацепиться. Вот разве что за советские еще дома. Не советские уже. Но выглядят примерно так же. И вот, повторяюсь, еще огромные деревья, которые растут вдоль улицы. Но я вроде бы поближе к центру сейчас продвигаюсь. Вот еще одно такое довольно высокое, но, к сожалению, облезлое здание. Ну вот есть и современные дома и видно, что строительство ведется. Так же и здесь старые советские постройки немного пытаются вот как бы подновить. Тут уголок Грузии. Вот это похоже на советские ДК. И, видимо, здесь действительно есть какой-то культурный центр. А сейчас это называется центр семейного отдыха. А дальше вот огромное-огромное пустое пространство, которое ждет, когда здесь что-нибудь, наверное, построят. Хотя нет, я ошибся. Это специально оставленное здание для проведения различных массовых мероприятий. ДК Тольятти слева остался. Вот еще раз этот центральный ДК. И еще раз эта большая площадь, которая, видимо, в празднике наполняется народом. Ну, а я пройду, наверное, через парк или куда. Сейчас посмотрим. Вот можно пройти через парк. Ну вот центральная аллея парка. И здесь же небольшой памятник Владимиру Ильичу Ленину. Чуть подальше. Вот он памятник небольшой. Может быть перенесенный, может всю жизнь здесь стоял. И от этого парка лучами расходятся в разные стороны улицы. Я вышел на улицу Гагарина. Немного прогуляюсь по ней. И нужно будет поворачивать обратно, потому что уже здорово свечерело. А мне еще идти в обратную сторону достаточно далеко. Ну вот здесь мы видим современные дома встречаются. Или это немного переделаны старые здания отделки современной. Вот, насколько я понимаю, здание университета. Ну вот здесь, наверное, самое современное здание города. Торговый центр Космос. Уже загорелся ночными огоньками. Одна из аллеи парка. И вот обычная Тольятинская улица. Карла Маркса, по-моему. Поздравляю тольянтицев, тольяттинцев с днем города. Время тольятти, ребята. Киоски а-ля 90-й. И пятиэтажки конкретно из 60-70-х годов 20-го века. Один из перекрестков на проспекте Мира. И я буду немножечко поворачивать сразу уже обратно. Вот, к сожалению, очень-очень краток мой визит. То, что успеваю. Буквально, наверное, час я потатил на съемки. И часа полтора на просто до того, чтобы дошел до суда, до этого места. Тольятти в этот раз для меня, можно сказать, не открылся. Конечно же, я его совсем не понял. Но есть смысл вернуться сюда, приехать еще раз. Ну, пока что я еще немножечко поснимаю. Пока еще видно. Наверное, самое красивое здание на центральной площади – это дума городского округа Тольятти. Также здесь расположены фотографии с красивыми, относительно красивыми местами города. Не все из них я сегодня посетил. Почти никаких не посетил. И вот небольшая такая постройка в православном стиле с часами. Вот часовенько. И, в общем-то, нужно поворачивать мне обратно. В 1970-е годы произошел резкий прирост населения в среде со строительством ВАЗа, который и сегодня является градообразующим предприятием. В Тольятти пять высших учебных заведений, стоящих из которых является Тольяттинский государственный университет. Работает несколько научно-исследовательских институтов, действует музей, театр, городской симфонический оркестр, консерватория, филармония. Ну и, конечно, здесь сохранилась улица Ленина, по которой я тоже пройду немного. Тут советские девятиэтажки. И вот нарождающиеся новые дома. Весьма неплохие в сравнении. Вот новый строительство тоже. Почему-то тут тоже улица Мира. Немножко я здесь путаюсь. А дальше вообще улица какая-то. Баныкино началась опять. Баныкино. Улица Баныкино, на которой я уже снимал. И по которой я буду возвращаться обратно. Практически вот в центре города огромные пустые пространства, поросшие травой. Странно. А здесь вот написано улица Голосова. Немножко как-то я здесь путаюсь в адресах. Но направление вроде бы верное держу. Совсем краешек улицы Голосова. И я совсем поворачиваюсь уже в обратный путь. Специалисты отмечают, что город не успел пройти весь эволюционный путь, чтобы сформировать собственно культурную среду. Это частично объясняет сложившуюся в 90-е годы социальную ситуацию в Тольятти. Прямо стремительно темнеет. Вот еще бы я, конечно, бы поснимал, но уже ничего камера не видит практически, кроме светлого неба. Это баррельеф Ульяны Громовой улицы, улица, в честь которой, по которой я сейчас иду, названа. И я уже недалеко от моей гостиницы. Меня там уже заждались мои друзья. Современная история Тольятти насчитывает всего полвека. Поэтому следует учитывать специфику его застройки. Я не успел в полной мере ознакомиться с архитектурой города. Говорят, что в некоторых районах есть весьма интересные образцы. Это требует специального визита, который, возможно, я когда-нибудь и совершу. Вот такой краткий визит у меня состоялся в Тольятти. Ну и ничего не поделаешь, нету, нету пока у меня времени и пока не я рулю рулем машины путешествия. Ну, хоть так. На этом буду прощаться. Смотрите дальше мой канал, ставьте лайки, пишите добрые комментарии. И я буду по возможности снимать сюжеты из разных мест. Субтитры сделал DimaTorzok